Чего боится Путин? Чего хочет Китай? И что защитит Украину в будущем? Об этом поговорим с политтехнологом Борисом Тизенгаузеном. Я думаю, что сейчас, после последнего визита Си в Москву, Путин получил одобрение от Си на ядерную эскалацию, потому что для Си выгодно использовать Путина как ядерную дубинку, как злую собаку на цепи с ядерными зубами. Есть две версии того, что произошло на закрытой части встречи Си Цзиньпина и Путина в Москве. Первая, да, действительно, Путин получил одобрение на ядерную эскалацию. Аналитики решили, что Запад таки сломается под ядерным шантажом, если его эскалировать. И вторая версия, Путин не получил желаемого от Си. Точнее так, Си привез ему не то, что ему было нужно. План, который Путина не устраивал. И Путин решил уже поиграть в свою игру. Значит, и вот второй версии есть косвенно два подтверждения. Во-первых, не состоялся звонок Си Цзиньпина с Зеленским. Связь вот эта не состоялась. Она должна была, по идее, быть, если бы Путин принял тот план, который лидер Китая ему привез. Ну вот, и тогда было бы о чем говорить. Был бы предмет. Здравствуй, Владимир Зеленский, я лидер Китая, Путин готов на это, давайте вести переговоры. Нет, Путин не принял, значит, и звонка не будет, и не было. И второй момент. Публично Си Цзиньпин, да и Китай устами своего министра иностранных дел, аналога, партийных функционеров, говорят, что недопустимо эскалировать сейчас, да и вообще когда-либо, недопустимо шантажировать ядерным оружием, пугать и применять его. То есть публично. И поэтому размещение ядерного тактического оружия в Беларуси выглядит как, ну, такая пощечинка Китаю. Может быть, там есть иная договоренность, я не спорю, может, она на поверхности одно, а внутри другое. Но для всех это выглядит так. И плюс сейчас засуетились наши европейские партнеры. Макрон, Урсула фон дер Ляйен. Это первые ласточки, которые едут в Китай и будут разговаривать и показывать все выгоды европейских моделей и рынков. А я, кстати, поинтересовался недавно. Для Китая, США и Европа это порядка 45% рынка. А Россия 3,17. Ну, то есть несоизмеримые перспективы. Поэтому, хотя не исключаю, что окрыленный недавним успехом примирения ближневосточных стран, Си решит вдруг, что тут у него руки развязаны, и эта Европа давно заслужила, чтобы ее нормально встряхнуть. Тем более, это Европа не дает житья вместе со Штатами по вопросу Тайваня. Ну, в общем, сложно, конечно, гадать, не зная, что там на самом деле. Но по косвенным признакам просто может случиться то, что Путин снова не ожидает. То есть может произойти прям вот очень серьезная эскалация. И как оно там будет дальше, я не хочу даже прогнозировать гипотетический ядерный удар по странам Европы. Хотя, обрати внимание, многие российские оппозиционеры, ну или те, кто себя ими называет, в один голос запели о том, что это все очень серьезно. Некоторые даже даты называют. Это странно, мне кажется. Ну, тебе это странно с той точки зрения, что тебе это выглядит, как некая спланированная акция по устрашению? Да, что это как раз абсолютно в фарватере российской пропаганды. И этот последний козырь разыгрывается по максимуму. Я имею в виду ядерный козырь. Ну, потому что армейский козырь нет. Какие-то там цели не достигнуты. Вот единственный ядерный козырь остался. И его разыгрывают по максимуму. И пугают Европу. Прям на полном серьезе. Многие китаисты сейчас, и русские в том числе, и не только русские, говорят о том, что в интересах Китая даже не построение биполярного мира, а-ля Советский Союз, Соединенные Штаты, а в принципе перестройка современной архитектуры международной. И в этом будущем таком прекрасном китайском мире, мире всеобщем, будет не диктатура правил, а диктатура международного права. И в выстраивании этого мира Китаю нужна реально злой следователь и добрый следователь, которые будут не двигать вот эту вот идею нового китайского мироустройства для всей планеты. И злым следователем в этой паре должна быть именно Россия. Ядерная держава, абсолютно безумная, в принципе потерявшая любое РНМ приличное в мире. Собственно говоря, что им терять, вот они будут заниматься тем, что они будут плохим полицейским. Китай будет хорошим полицейским. Есть в этом логика, только тут вот если мы действительно берем в расчет, что Россия может припугнуть или там какой-то тактический удар нанести, мы же понимаем, что за этим последует. Я, например, не готов говорить, что полетят ли в ответ ядерные зарядки. Навряд ли. Возможно, будет удар там конвенциальным, еще каким-то оружием. Но сам факт, что после этого будут введены такие санкции против России, против которых она не то, что там год-полтора, но навряд ли она сможет долго продержаться. Потому что я... И когда мне говорят, вот смотри, Иран там сколько под санкциями, хоть Северная Корея, у них, они фактически в этих санкциях родились. А вот Россия, она же жила за счет, она как была ресурсным государством, она жила за счет продажи ресурсов. Да, там часть будут и вторичные санкции, и Китай тут уже не сможет не присоединиться к санкциям, и Индия не сможет. То есть это будет тотальная изоляция. А вот здесь сразу возникает вопрос. Фрагментация России после этого, внутренние процессы, развал. Вот как раз Китаю Россия нужна как злой, бедный, жадный, коррумпированный полицейский. Вот это идеальный полицейский для Китая. Потому что Россия не должна развалиться. Россия не должна развалиться, потому что, не дай бог, придет какой-то иной кандидат, который посмотрит в сторону Европы. Китаю нужно коррумпированное, тоталитарное государство, которое никогда в жизни в сторону Европы и США смотреть не будет. Причем будет накручивать дальше историю про внешнего образования. И поэтому еще один фактор, что я не верю в ядерный удар тактически со стороны России. Согласен. До определенного момента Китаю действительно выгодно иметь дело с одним диктатором, чем с пятью диктаторами, с которыми нужно договариваться отдельно в Дальневосточной республике, отдельно в Ямало-Ненецком округе и так далее и тому подобное. То есть на всех тех территориях, которые Китаю на самом деле интересны. Да, и обрати внимание, все эти пять диктаторов или семь, они все будут теоретически могут иметь ядерное оружие. Мы же не знаем, как оно распределится по территории. Поэтому да, это будет намного сложнее. Я думаю, что там может быть и поглощение, как говорится, восстановление исторической справедливости со стороны Китая по земельному вопросу к россиянам. А они это все очень хорошо помнят. И не зря, не зря в последнее время все чаще и чаще эта тема активизируется с переименованными российскими городами и так далее и так далее. Следующий. Тут я прям даже зацитирую, потому что это Патрушев, и тут, наверное, важно каждое слово. На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию Рамштайн, участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима. Может ли это быть, это заявление Патрушева, неким правовым обоснованием или хотя бы идеологическим обоснованием для начала ядерной эскалации? Нет. Мне кажется, что для начала ядерной эскалации вообще никакие причины не нужны. Например, в России же записано, что если угроза территориальной целостности наступает, то можно применять эту свою триаду ядерную. Ну вот они теоретически могут сказать, смотрите, мы же уже приписали себе эти земли, а они тут на них зашли. Вот Херсон. Лисон у нас уже, как наша российская землица. Все будем применять. Поэтому там что-то дополнительное искать не нужно абсолютно. Это чисто вот тот самый последний козырь, который пытаются по максимуму разыграть. Ну вот ты только что сказал о том, что по большому счету им не нужно ничего. Нет ли у тебя ощущения, что Путин перестал бояться западного ответа? Вот западного ответа. Запад однозначно ответил, что там в случае удара по Украине ответ будет нанесен не ядерным, а конвенциональным оружием. Поэтому, собственно говоря, какого фига его бояться? Вот этого вот ответа. А вот чего он действительно боится, так это реального поражения на фронте. Поэтому вот в случае как раз реального поражения он и может нажать на кнопку. Мне кажется, что наши партнеры тут иначе могут поступить. То есть, да, заявляли наши британские партнеры о том, что если вдруг что, если ядерный удар по Украине, то будет уничтожен флот и вся группировка, и американцы, кстати, вся группировка российская на территории Украины. То есть, они что говорили? Мы уничтожим только тех, кто вторгся. Ну, потому что Крым, оккупированные области и так далее. А еще один страх есть, что если вдруг Путин начнет там повышать какие-то ставки сильно, да, то они могут не сами это сделать, а нам передать. Ракеты дальнего радиуса действия, современные ударные беспилотники, авиацию. Ну, то есть, это еще страшнее для Путина будет, что украинцы, ну, не какой-то НАТО, он же хочет, вот, наконец, НАТО, чтобы ударило по нему не сильно, и он скажет, я же говорил, мы там 51 страну, всех победили, все. А ему будет страшнее, если это украинцы сделают натовским оружием. Они же, почему эту мантру про 51 страна, 51 страна, потому что это единственное оправдание того, почему ничего, они не могут сделать сейчас. Выгребать от украинцев намного вреднее для Путина, как для всероссийского мачо, чем выгребать от мады. Совершенно ядно. Есть еще одно мнение о том, что Путину реально, вот, практически, до, для сохранения собственной жизни, знаешь, там, необходимо начать или усилить ядерную эскалацию для того, чтобы Запад усадил просто силком Зеленского за стол переговоров. Причем, чем быстрее, тем лучше. Да, но тут ведь непонятно, где это грань. То есть, до какой степени ты должен угрожать, чтобы Запад там, либо испугался, либо начал Зеленского за стол переговоров сажать. Смотри, может Путин начать ядерную войну для того, чтобы Запад усадил Зеленского за стол переговоров, какую-то ограниченную? Нет. Ну, то есть, он просто не соизмеряет, наверное, последствия, так же, как он не соизмерял последствия, которые ему, как говорится, прилетели после полномасштабного вторжения. Он же не думал, что будут санкции такие. Он еще первые полгода, почти год, он говорил, да это все нас сильнее только делает. А ты же обратил внимание, как он в последнее время говорит про санкции? Они действительно в среднесрочной перспективе наносят урон и так далее, и так далее. То есть, меняют мнение. Но если ведут действительно жесткие санкции, вот прям полностью, да, все скажут, хорошо, в ущерб нашей экономике, не важно, там, полностью изолируем Россию. Так вот, тогда будет колоссальная проблема. Тогда будет просто вопрос, не сколько выдержит Путина, сколько выдержит российская экономика, и уже, соответственно, сколько выдержит Путин. Поэтому начать, возвращаясь к вопросу, может ли он начать ядерную войну, чтобы нас сажали за стол переговоров, нет, он дальше последствия не будет контролировать. просто. Как ты думаешь, с точки зрения международной безопасности и с точки зрения традиций, по которым решались все подобные вопросы в прошлом, между Советским Союзом и условным Западом? Удар по территории Украины, например, это будет просто повод для очередной, это будет просто как пример очередной эскалации, или это все-таки будет спусковой крючок для полномасштабного ответа? Это будет однозначно спусковой крючок. Однозначно. И тут просто тут еще будет вторая часть, как говорится, балета. Потеря экономических партнеров крупных. Индии, Китая, последних, да. И ну, то есть тут и уже тут после применения по большому счету, давай там самый страшный сценарий предположим, Путин тактический ядерный удар наносит по скоплению войск, например, да, не демонстративно где-то в верхних там взрывает где-то слоях, да, а вот просто по скоплению войск. Да, действительно, он может там в зависимости от мощности заряда, если мы тактическое берем оружие, там может много людей погибнуть, но ситуацию на фронте это кардинально не изменит. То есть он эту войну этим ядерным ударом не выиграет, а вот ответные шаги передачи всего того, что раньше и не предполагалось Украине или даже удары в том числе наших союзников, это будет потеря, ну то есть он может себе позволить этот удар нанести, но последствия будут для него катастрофические. Он же не идиот, понимаешь, он маньяк, но не идиот. Удар по центрам принятия решений в Киеве тактическим ядерным оружием. Бессмысленно, абсолютно. Руководство, ну не секрет же, да, чтобы в самом начале войны было распределено руководство так по стране, чтобы, ну и в открытых источниках есть, чтобы не было возможности все руководство сразу уничтожить. Плюс те бункеры, которые там еще в советское время строились, со всеми как бы там, я не знаю, мне кажется, стратегическое выдержит, а не только тактическое. Но они так и строились. Да, они же строились с учетом, поэтому смысла не вижу. И, ну, давай прямо скажем, если мы сейчас понимаем, что где там как ракеты летят и какие, и когда прилетят, то об этом тоже все будут знать чуть-чуть заранее. Это знаешь, там единственное, с чего он может достичь подобным ударом, это подъем и подрыв патриотического электората у себя внутри России, который уже там типа вот в очередной раз после убийства пухлощекого татарского, да, вот он снова требует, чтобы там нанесли удары по центрам принятия решений. Но этого не будет. Этого не будет, потому что это не имеет никакого смысла. Следующий, вот еще один аргумент в пользу того, что Путин может начать ядерную войну, в том числе и у русских либералов, это то, что русский народ не боится и даже хочет ядерной войны. Вот он хочет русский народ, русские опять хотят почувствовать себя сильной страной, а сильная страна это та, которая вот раз вы нас так не боитесь, значит, мы вас тогда ядеркой ударим. Вот когда тебе, когда жизнь твоя большинства россиян такая, что ее и потерять не жалко, когда ты выходишь и ты понимаешь, что ну а зачем ты там по большому счету живешь, когда ты жизнь свою вообще не ценишь и готов поехать там по мобилизации умереть за что-то, за какую-то идею Путина. Они же точно, многие понимают, что они там не за родину умирают. Даже если они едут туда умирать за родину, они приезжают туда и понимают там уже, что они вообще не за родину умирают. Вот вообще. И тогда, конечно, можно рассуждать, почему европейцам страшно, потому что их уровень жизни, комфорта, ценность жизни в первую очередь для них имеют там иные вообще параметры. Для украинцев то же самое. Мы хотим жить, мы понимаем, за что мы живем, для чего. Нам нравилась наша жизнь и сейчас нравится. Вот. А когда Путин уничтожен Путина и война закончится, еще больше будет нравиться. А в России ничего не меняется десятилетиями. И ценность жизни там вот зиру, особенно в депрессивных регионах. Поэтому, конечно, они могут рассуждать про ядерку беззубыми ртами на пропитых кухнях. А что? Ну вот знаешь, то, о чем ты говоришь, может иметь любопытное продолжение. Потому что русская глубинка хочет быть сильной, потому что она видит серость вокруг себя. Это единственное, чем она может порадоваться. Но русская элита как раз тоже хочет жить хорошо и красиво. Да. Русская элита хочет... Ну, да, наверное, конечно, не так он это видит. Но, понимаешь, он же человек, вот он, насколько я понимаю, он не читает там ни интернет, он не пользуется соцсетями. У него жизнь... Вот почему... Давай так вот. Почему уже в преклонном возрасте, прямо скажем, 70 лет, оно вдруг решило как-то вот так вот поступить? Потому что оно настолько, как говорится, преисполнилось, что решило к концу жизни стать великим и причислить себя к лику вот тех, кого он, Петра Первого, Екатерины, великих, как говорится, российских правителей. Вот он решил так. А когда он подвел итоги своего 20-ти с лишним летнего правления, он, да, с чем я войду? Я получил такую страну, ну, и как бы 90-е, кризисную, кусок Советского Союза, а выхожу с чем? Ну, я не лидер, вот Китай есть, есть Штаты, кто я? Поэтому я, значит, всем покажу сейчас. И прошел, и не вышло. А вот элиты, это совершенно другое. У элит сейчас вот этот пригожинский звонок, который Иосифа, Ахмедову, чистейший слепок того, что происходит в головах элиты. Тревожность, неопределенность, страх. Почему? Если бы Путин их собрал, вот эти элитки, да, и сказал, слушайте, я еще год повоюю, полтора, и все, и там вот, где закончим, там и закончим. Еще год полтора. Или, если бы он сказал, цель моя, вот две области еще, вот их я возьму и закончим. А так, они не видят цели, и не видят в перспективе времени, когда закончится. Поэтому они не понимают, сколько им в Дубаях сидеть, сколько бизнес продавать, здесь не продавать, будут гайки закручивать, не будут обелечивать бизнес, нет, когда санкции по отношению там ко мне или к моему, к моей семье. Они не знают, нет определенности. И вот они сидят и ждут, а им никто не говорит, чем никогда закончится. Интересно, как они в принципе воспринимают эту ядерную эскалацию. Ну, то есть они-то понимают, что они не успеют до бункера добежать, потому что им не перезвонят, и не скажут, не предупредят, что мы будем наносить ядерный удар, и ответка прилетит через 20 минут. Да, они же понимают, что там еще больше под Богом ходят. Мне кажется, что они в большинстве своем уже посваливали те, кто мог, те, кто выездной. Если мы говорим про официальных представителей, типа Патрушева, Бастрыкина, еще там кого-то вот этих, кто должен сидеть в Гааге будет, то, конечно, у них таких возможностей нет, но семейки своей они повозили. Но они рассчитывают, что до последнего будет Европа тянуть, не что поддастся на ядерный шантаж. То есть, наверное, у них такие ощущения. Причем, о них же, понимаешь, никто же не обменял российские спецслужбы. Они иногда дают проколы, иногда по дебильному абсолютно себя ведут, но они эффективны в какой-то степени. Это нужно признать. Внутри и повестке они эффективны вообще на 95%, 98%. А я и по внешней говорю. То есть, они же все-таки убивают людей за границей, травят их там. Они же все-таки подкупают европейских чиновников. Поэтому настроение и вообще готовность применить, не применить, наверняка у них есть какая-то базовая информация из европейских стран реального мироощущения и реакции на путинский шантаж. Ну, в разведке так работают. Хорошо. Что Европа или что мир, условно говоря, сейчас до ядерных ударов должен сделать для того, чтобы остановить вот эту вот эскалацию? Хороший вопрос, конечно. Есть два ответа на этот вопрос. Первый с позиции Украины, что мир должен сделать. И второй с позиции Европы. Значит, с позиции Украины дать нам необходимое количество оружия, чтобы мы там в максимально короткий срок размотали всю эту российскую нечисть там. Ну, это в том числе и ракеты среднего и дальнего радиуса, ударные беспилотники, авиация, в общем, все, что нам нужно. И это с точки зрения Украины. Будет поражение, Путин, конечно, не признает поражение, будет там говорить, мы еще вернемся, но это сценарий с продолжением. Он вернется, не секрет. Он туда снимет с консервации, проведет два-три года в покупке разного вооружения и все равно припрется. Может, кстати, не сюда, а Армения, Грузия, что там придумать. И второй вариант, что должен сделать мир, это если мы с позиции Европы смотрим. с позиции Европы нужно как-то дипломатически дать Путину выйти так, чтобы он ближайшие, ну, как минимум, лет семь, а там его уже не станет, никуда не дергался. Ну, то есть, дать возможность ему все-таки сохранить некое лицо, да, и не нервировать его сильно, чтобы он ядерное оружие не примет. Вот это с позиции Европы, наверное. Как ты думаешь, Европа реально верит, что Путин может применить ядерное оружие? Ну, у нас же есть вариант, когда мы все не верили, а он таки напал, да, это все-таки прецедент. Можем ли мы позволить, может ли мир позволить себе опять не верить, что Путин начнет ядерную войну? Ну, вот до того, как мы не верили, в принципе, наверное, если бы мы просто выключили бы эмоции, мы бы, наверное, быстрее поверили. Сейчас объясню, почему. Потому что он же у нас отгрызал по куску еще с 2014 года. Там забрал, то есть, когда он отгрызает у тебя по куску, судя по всему, он хочет больше, он еще потом кусок отгрызет. У Грузии, да, он же ничего не отгрызал. Это была операция, спецоперация по принуждению к миру тогда называлась. Да, оставлен был очаг вот этого вот, как везде Россия оставляла эти очаги, да, там, как в Днестрове, которые можно в любой момент расконсервировать и раскачать ситуацию в регионе. Но ничего там особо не отгрызалось. к нам к нам он неровно дышит, судя по всему. Поэтому нужно было прогнозировать. Хотя, вот, мы не хотели видеть. Просто, понимаешь, если бы долгое время до этого нам не впаривали про нашу идентичную схожесть, про еще там про что-то, что мы братья навек. То есть, если бы это были, давай так, я сейчас цинично скажу, если бы это была Конго, большая Конго страна с абсолютно другой культурой, менталитетом, там, с языком, то мы бы, конечно, может, иначе бы это воспринимали. А так, родственники там, гастарбайтеры здесь и наоборот. То есть, прям, много связей было. Но надо было верить. А верит ли, значит, верит ли Европа, прецедента не было, Путин может применить. Им не нужно верить, им нужно иметь очень четкий план ответа, конкретный. Причем, уведомить об этом по закрытой, не знаю, по любой, по открытой линии связи, по закрытой лучше. И сказать, вот смотрите, есть пять пунктов, что произойдет, если будет удар нанесен. И все. А я думаю, что уже уведомили. Не секрет, что вообще все признают практически все. То все, что происходит сейчас в Украине, является в том числе и следствием того, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия. Билл Клинтон, прямо вот говорит, что чувствует себя крайне неудобно перед украинцами, потому что именно во время его президентства Украина отказалась от ядерного оружия. Может ли Украина сейчас, наверное, вряд ли, но вот в дальнейшем, как один из элементов системы безопасности, которая выстраивается, требовать размещения на своей территории ядерного оружия союзников? Вполне может требовать. Да, и мне, кстати, задавали вопрос, а чего мы сами? Вот, раз так, нас тогда кинули, надо нам самим. Ну и да, естественно, никто нам разработать самостоятельно не даст это, никто нам не передаст. Это трецедент, который, в принципе, ядерный баланс во всем мире пойдет по, ну, типа, по пути неправильному, да, потому что, если вдруг, ну, вот, например, Ирану уже сказали четко, вот вы только на финиш выйдете в ядерной программе, будет наземная операция. И будет. Поэтому Северная Корея там чуть иначе. Да, нам не просто, но, понимаешь, размещение чужого ядерного оружия, которым у тебя нет контроля, доступа и там всего остального, с которым может кто-то произойти, это будет потом твоя, в том числе, Вина. Беспилотники прилетели, неважно, что в бункер, там что-то случилось по хранению. Это, как бы, история странная. Единственный предохранитель, единственный, ну, 99%, вот, дальнейшего, следующего вторжения, это вступление в НАТО. Все. Вот к чему. Но, главное сейчас, вот за этими манипуляциями, саммит НАТО же у нас тут, проходит. Главное, за вот этими манипуляциями, чтобы нам не заговорили, не подменили увеличение помощи от НАТО фактом вступления. Это важно. Согласен, тем более, что подобные позывы уже были, но, опять же таки, я думаю, что сейчас, ну, вот, давай по большому счету гамбургскому, сейчас вряд ли нам скажут что-то абсолютно конкретное, кроме увеличения военной помощи. А вот дальше уже, после того, как война перевалится за половину, да, за Рубикон, когда мы уже будем, там абсолютно четко будут понятны перспективы, вот тогда уже необходимо будет их выматывать и дальше, потому что Столтонберг абсолютно четко сказал, мы хотим, чтобы Украина победила, а после этого начнем вести переговоры. Ну, да, здесь все понятно, и даже, по-моему, немножко иная формулировка, что Украина вступит в НАТО после войны. Опять же, когда, через 10 лет после войны, через 500 лет после войны, ну, ладно, не будем о грустном. Слушай, мы за последний год, по-моему, очень четко научились добиваться от наших западных партнеров того, что нам нужно. Чуть позже, чем нам это на самом деле нужно, но, тем не менее, получать все, что нам от них необходимо. Да. А может ли Китай быть заинтересован сейчас в ядерной войне глобально, в ядерной эскалации конфликта, который сейчас происходит? Навряд ли. Ну, во-первых, это, Китай только-только выгребает из довольно ощутимого экономического спада. Понятно, там и пандемией была спровоцирована часть, но и, опять же, вот этими мировыми санкциями, в том числе против Российской Федерации. То есть, если наступает, как говорится, ядерный небольшой апокалипсис, то все откатываются экономически назад, все вообще. И модель экономическая, она рушится, перекраивается и строится заново. Понятно, что ты должен будешь отказаться от покупки у России всего. Как поменяются рынки? Если ты не отказываешься, какие прилетят к тебе? В общем, там очень много всего, что негативно повлияет, в том числе, на твоей собственной экономике. Китай сейчас проводит модернизацию своей армии. И Китай планирует ее в 2025 году закончить. То есть, у Китая сейчас очень много процессов именно конструктивных происходит для Китая. Поэтому им сейчас вот эти потрясения из-за вот этого вот, который не может просто вернуться к себе. Вот для Китая Путин возвращается к себе с проигрышем. Украинцы забирают свои земли и все. И дальше жизнь продолжается для всех. Но сильные Соединенные Штаты в результате этого конфликта нарисовываются, что для Китая не выгодно. И Китай остается с сохраненной авторитарной Россией, которая все равно будет мразью еще долгие годы. Китай строит сейчас там, он же Китай, это у Байдена в 24-м году выборы, а у Си Цзиньпина у него все, он намного дальше видит. Поэтому для Китая все неплохо складывается, если Путин отполз, а держать сейчас в напряжении Запад и выторговать, это ты же бесконечно не сможешь делать. Ну, я имею в виду, Россия держит Запад в напряжении, Китай продает свою позицию как переговорщик с Россией. То есть вот, что сейчас происходит. Долго ты это делать не сможешь, особенно на фоне ядерных угроз. Поэтому единственное правильное решение для Китая и Запада заставить Россию спрятать ядерную дубинку, закончить войну и покинуть территорию Украины.